Итак, друзья, у нас очень особенный гость. Я бы хотел сказать, что он мой маленький брат, но сейчас он лучший боец вне зависимости от весовых. С нами Ислам Махачев, лучший легковес на планете Земля, чемпион. Спасибо, но на этом подкасте первый вопрос за мной. Да, конечно, право первого вопроса отдаем тебе. Скажите, кто дал вам разрешение назвать свой подкаст «Паунд фо паунд»? Вообще-то это я лучший боец вне категории. И это я должен назвать свой подкаст «Паунд фо паунд». Я уже поменял название подкаста «Диси на жердя и негодяй», а теперь переименую ваш. Вам придется мое лицо на логотип прилепить. Брат, ты уж прости нас, прости, но перед тем, перед тем, как ты стал номером один, вот именно, я был лучшим для тебя. Согласен, да, но сейчас король — это я. Да, сейчас ты король. Я отдаю этот титул тебе без проблем. Я стараюсь смотреть в пол, когда с тобой говорю. Да, давай поскромнее себя веди. Итак, недавно анонсировали твой бой с Дастином Парье. Первого июня в Нью-Йорке, Нью-Джерси. Все случилось очень быстро, но ни у кого не возникло противоречий. Ведь Дастин Парье — это один из самых ожидаемых бойцов в истории легкого веса в UFC. И с твоей стороны ты пошел на огромный риск, сказав, я хочу драться сейчас. Мне нужен соперник прямо сейчас. Дастин Парье оказался свободен, и ты сказал, погнали. Почему ты принял такое решение? Почему не захотел ждать Армана Царукяна или кого-то еще? Я просто хочу оставаться при деле. Вот и все. Поэтому я принял бой против Парье. Арману предлагали бой летом, но он отказался. А я, я хочу оставаться в деле. Поэтому я решил подраться против Парье. Ну и, конечно же, я хочу подраться против него. Потому что он самый опасный в легком весе. Да, если честно, то в моей весовой нет никого. С кем было бы интересно подраться? Я уже побил Армана. И, конечно, я хочу подраться против Дастина. Этот бой меня заводит. Мне придется быть осторожным. Он очень хороший ударник и самый опасный соперник в легком весе всего UFC. Я хочу побить Парье, и думаю, что Арман все-таки заслужил подраться за пояс. Это хоть и реванш, но все-таки он заслужил это право. После того, как я побью Армана, у меня не останется работы в легком весе. Потому что Макс Холлоуэй не легковес. Да, бесспорно, он побил Джастина Гэджи. Но у него и в своей весовой хватает работы. Возможно, сейчас ему придется драться против Тапурия. После этого есть Мафсар Евлоев. У него хватает работы в своем весе. К тому же я уже давал шанс маленькому парнишке. Теперь я хочу получить свой шанс подраться за пояс в полусреднем весе. Вот же, блин, даже то, как ты это произнес, уже звучало оскорбительно. Слушай, я столько лет ждал и не вызывал никого из полусреднего веса. Я сидел и ждал, пока Камару перейдет в другую весовую. Братишка, расслабься, притормози, брат. Слушай, брат, оставь нас, стариков, в покое. Дай нам спокойно расслабиться. Да куда этому богатенькому парню? Он больше не спустится в полусредний. Ты это про кого? Про меня? Это я-то богатенький? Нифига, я все еще как ты. Я такой же, как ты. У меня есть бизнес с другом, причем не очень хороший. Брат, я спрошу Алис, сколько ты зарабатываешь? Давай потише. Ой, да пожалуйста, он скажет тебе, что я все еще... Я сам тебе скажу, у него восьмизначные суммы на счету. Слушай, меня забавляет, что люди не понимают, насколько Дастин Парье опасен. Если ты спросишь меня, то он ведь, блин, Конора дважды прикончил. Он успел побить до хрена крепких парней. Почему ты так подчеркнул, что он прикончил Конора? Любой может его прикончить, хоть десять раз. Я говорю про настоящее время. Ну хорошо, после Парье ты будешь готов подраться с Конором, если он захочет? Брат, а почему нет? Нужно быть тупым, чтобы отказаться. Конечно, я согласен подраться против него. Значит, ты пропустишь бой против Армана и подерешься с Конором, верно? Брат, когда я буду драться в следующий раз? В октябре, в ноябре, в августе или в сентябре могу подраться против МакГрегора? Чисто, чтобы денег заработать. Я легко его побью. Этот парень уже не тот. Не хочу обидеть его или задеть, но все знают, что он уже не тот. А вот раньше было другое дело. Когда он дрался против Хабиба, конечно, он был в очень хорошей форме и был высококлассным бойцом. А сейчас слишком много алкоголя, слишком много виски. Он уже давно не тот боец. А если без шуток, что опасного ты видишь в Дастине Парье? Чего тебе стоит опасаться? Брат, у него очень тяжелый удар и очень хорошая гильотина. А что касается борьбы и грэплинга, нет. Почему ты, блин, улыбаешься, когда об этом говоришь? Брат, я не пытаюсь шутить. Это не шутка. Это правда. Ну да, ты не шутишь. Я тебе верю. Борьба и грэплинг – это его слабые места. Это знают все. Это его большой недостаток. Когда кто-то переводил его на землю и забирал его спину, то у него всегда были с этим проблемы. У него прозвище «Бриллиант». Поэтому 1 июня я возьму этот «Бриллиант» и вставлю в свой чемпионский пояс. Нифига ты задвигаешь. Я тебя понял, понял. Каково тебе было наблюдать за тренировками Хабиба и понимать, что когда он закончит с боями, то именно ты станешь чемпионом и номером один? Значит, для меня все было гораздо проще. Потому что Хабиб показал мне дорогу к этому. Мне оставалось только следовать по ней. Идти по тому же пути, по которому шел он. Потому что весь этот путь он прошел сам и показал нам. А сейчас? Сейчас он все еще с нами. Толкает нас вперед. И, кстати, завтра он приедет помогать готовиться. Я знаю, что осталось всего 10 дней подготовки, но с Хабибом... С Хабибом это превратится в безумие. Он никому не дает поблажек. Усман узнал, что завтра приедет Хабиб и сказал тренеру... Тренер! Завтра приедет Хабиб. Можно мне сегодня отдохнуть? Мне нужно подготовиться. По его мнению, ты все время должен пахать на всю. Менять по три футболки за тренировку, потеть как сумасшедший. И ты должен бороться каждый день, минимум по часу. Другого пути у него нет. Я не знаю ни одного человека, который мог бы ему объяснить... Брат, этому парню нужно отдохнуть. Ну вот, например, знаете, когда я тренируюсь в АКА, я даже с DC недавно это обсуждал. Я говорю, DC. Мы проводим пять раундов спарринга, три раунда грэплинга, и на этом все. Ну и бывают какие-то отработки. Но сейчас, сейчас они зачем-то все поменяли. Теперь у нас пять раундов в клетке, три раунда на матах, потом десять раундов борьбы. Я говорю, почему стало так? Мы же никогда так не тренировались. Он мне говорит, мы всегда так делали. И мой последний вопрос. Сколько Хабиб сейчас весит? Килограмм, наверное, 96, да? Когда мы готовились в горах, я замерял его, и он весил 92,5. Но тогда он похудел потому, что тренировался вместе со всеми. А вот когда он много летает, то, наверное, весит килограмм 95,6. Он старается сильно не разъедаться. А сколько это в фунтах? Примерно 210-220. Я не знаю, как объяснить. Сейчас он, наверное, весит, как Алекс Пирейра. Чего ты ко мне пристал? Я не знаю, как пересчитывать фунты. Сейчас Хабиб очень сильный. Он может перевести тебя на землю, зажать и сказать, «Эй, давай вылезай», а ты будешь лежать обездвиженно. Как думаешь, счастлив ли Хабиб сейчас? Он более счастлив, чем когда приходилось драться? Знаешь, мне кажется, что он счастлив, но все-таки он скучает. Он скучает по временам, когда приходилось готовиться и когда приходилось драться. Поэтому он постоянно находится с нами. Очень скоро он приедет сюда, и, конечно же, он очень любит тренироваться. Он тренируется каждый день. Не только, когда приезжает к нам, а всегда. У него есть дом в городе и есть дом в деревне. И везде у него есть сауна и хороший тренировочный зал. Он тренируется каждый день. Чтобы хорошо поужинать, нужно хорошо потренироваться. Борщ! Ну какой еще борщ? Борщ – это диета. Ну ладно, Ислам. Было приятно тебя увидеть и пообщаться с тобой. Надеюсь, мы сможем приехать в Нью-Йорк на твой бой против Парье. Хотим сказать тебе спасибо и знаем, что это будет великий бой. Мы уверены, что ты и Дастин покажете потрясающее выступление. И что еще сказать? С нетерпением ждем вашего поединка. Да, желаю тебе удачи, Ислам. Думаю, ты умный парень и понимаешь суть игры. Думаю, за тобой стоят хорошие тренеры. И думаю, то, что тебя и Хабиба отделяет от всех остальных, это то, что вы каждый раз деретесь совсем иначе. Во втором бою против Волка я увидел совершенно другого Ислама. Поэтому, когда Ислам дерется и гонит на всех цилиндрах, то вам лучше прятаться, закрывать двери и окна и делать все, лишь бы не оказаться в октагоне с этим человеком. Ну ладно, Ислам. Большое тебе спасибо за твое время. Были рады тебя увидеть. На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой Труджим. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok